61-я школа города Чебоксары стала участником эксперимента по внедрению электронных учебников. Новые технологии в образовательной системе пока осваиваются учениками 6-х и 7-х классов по 4-м предметам. Подробнее о том, как проходит адаптация школьников к такому нововведению, смотрите в следующем сюжете. Правительство России к 2015 году поставило задачу внедрить электронные учебники в систему образования. Более 20 регионов уже вошли в эксперимент. Чувашей пилотной площадкой по внедрению электронного образовательного комплекса стала Чебоксарская школа 61. Поначалу педагоги учебного заведения с осторожностью отнеслись к этому нововведению, ведь осваивать новые технологии всегда непросто. Эксперимент идет уже на шестой месяц, и мы видим сейчас, беседуя с педагогами, то, что позитивно меняется и отношение педагогов к этому электронному комплексу. Потому что педагоги, помимо того, что они получают большое подспорье, они получают и большой объем дополнительных ресурсов. Стоит отметить, что приобретение электронных учебников обходится недешево. Стоимость одного комплекса составляет 29 тысяч рублей. Но основную часть расхода взял на себя муниципальный бюджет. Еще одна важная составляющая пилотного проекта – влияние новых технологий на здоровье детей. И родители, и педагоги весьма этим озабочены. Над работой и над созданием вот этого девайса, электронного комплекса, работала целая плеяда как методистов, так и физиологов и гигиенистов. И вот этот вот девайс, в информации, которую мы вам предоставили, имеет все необходимые сертификаты по защите зрения, по защите биологического поля человека. Пока взрослые взвешивают все плюсы и минусы, ученики уже оценили преимущества электронных книг. Мне нравится эта образовательная система, ЭОК, потому что здесь все просто, удобно и понятно. Все оценки выставляет система. И каждый старается, каждый работает. Когда каждый работает, в классе тишина. Мне это очень нравится. Мне нравится в этих учебниках то, что тут сразу можно, ну не нужно никаких тетрадей, учебников, специальных ручек. Тут сразу все вместе. Можно и сразу тут же написать в блокноте. Так что IT-технологии сделали очередной прорыв в школьном образовании. И пусть иногда тормозит интернет, отказывает в работе стилус, ребята настроенно освоят новые программы. Екатерина Харитонова, Сергей Рябчиков, Республика.